Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда, и сегодня вместе с тобой будем выполнять... Нормально вообще? Блин, сказал, она упала сразу. Задание для стритрейсеров, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну а также, когда спамится, сколько спамится, чё дают, и как выполнить дрифт задания, не имея вообще тачки и дрифт чипа. Задание для стритрейсеров Задание мы заехали, но до конца не смотрели, так как не было ещё вход фикса, и половина заданий не работала, поэтому мы оставляем тачку где-то здесь, ну как всегда, офигенно, тачки допахиваются, вот, и летим, в принципе, вот сюда. Также после обновления они добавили пассивный режим, открываем панель заданий, доска заданий, есть у нас золотые задания, вот эти первые, лимитированные задачи, которые обновляются, если я не ошибаюсь, раз в день. Есть обычные, которые обновляются либо в 3 часа, либо в 4, чё такое, так и до конца не разобрался, знаешь что, в лимитированных задачах почти всегда есть дрифт и драг, ну и иногда там ещё работы появляются, вот. В обычном задании есть и зоны, и покраски, и заправки, это 100%, и также работы разные, дальнобойщик, эвакуаторщик, возможно собрать какие-то ресурсы, таксисты я видел тоже было. Знаешь что, после обновления, конечно, они ещё урезали, как бы, опыт, это прям очень плохо, потому что там было и по 1000, и по 2, и по 3. Знаешь что, мы берём телефон, фоткаем и выбираем себе задание, сразу рекомендую ехать этот драг завершить, потому что оно иногда 2 раза вот спаунится, вот, как вы видите. Также заехать в покраску и фотозон, это вообще изи, ну и заправить тачку. На 45 литров, там вы потратите сколько, 2 или 3 тысячи, заработаете 27. Ну, короче, поднять можно очень хорошо, но обидно то, что они дропнули экспишку, и нельзя, как раньше, просто набивать уровень, реально, просто там за 1 драг можно бить 9 уровней. Ну, ладно, мы, короче, сфотографировали, да, открыть дверь, а не то, и отправляемся в первую очередь на драг-рейсинг. Знаешь что, мы приехали к драгу, здесь никого нет, а нет, есть, что-то у меня не прорисовалось, вот здесь какой-то туман такой. Выбираем одиночный заезд, как бы, газ в пол, и это будет очень интересно. Всё, поехал. Ну, бля, эти текстуры, которые пропадают, это, конечно, аж детский полный. И просто едем до конца, да, сегодня буду выполнять на Вандуре, потому что я Р-8 свою продал, вот, поэтому будем кататься сегодня на Вандуре. Значит, мы доехали, нам дали 5 тысяч, 200 тысяч, 5 тысяч опыта, 200 тысяч, и ещё внизу дали, сколько там денег? 7 тысяч и 200 опыта. То есть, за 1 драг, то есть, за буквально 2 минуты, к которой мы доехали, даже 2-2 минут, мне кажется, не прошло, мы апнули сразу 5 левелов и получили ещё 200 опыта. К этому всему ещё заработали 207 тысяч, а это просто, как бы, 1 час на какой-то работе. Ну, ладно, не 1 час, но минут 30-40, это точно. Открываем фотку на своём телефоне и видим, что нам нужно завершить дрифт-заезд. Хотел сказать, что есть дрифт-заезд именно дрифт-заезд, вот это, конечно, цитатки сразу. Есть дрифт именно на время, там нужно некоторое количество секунд отдрифтить. И есть дрифт-заезд, ну, вернее, не дрифт-заезд, а просто задание, чтобы брать какое-то количество очков. Мы сначала, конечно же, будем выполнять задание на 200 тысяч, а именно дрифт-заезд. Дрифт-заезд где-то находится вот здесь, на горе когда-то был. Вот. Он, кстати, перемещается, потому что он был здесь, был здесь, вроде как. Да, короче, едем на дрифт-заезд. Тем более, у нас ещё есть задание посетить, как бы, фотозона 1, поэтому мы ещё поедем к фотозоне, а потом уже к дрифт-заезду. И где-то, как мы только должны подъехать, сразу нам должны дать бабки, да. 5 тысяч рублей и 150 опыта, просто что мы приехали к метке, мне кажется, это вообще балдёж. И дальше отправляемся к дрифт-заезду. Конечно, после этих заданий, на которые дают просто колоссальное количество опыта, как-то необычно, так как ты раньше задротил на этих ресурсах, чтобы получить там первые тысячи, чтобы апнуть кейс. Да прям настолько необычно. Эр-дрифт-заезд. А, вот, эр-дрифт-заезд, начать рекорды, начать заезд. Всё, и ещё я хотел сказать, что можно вообще дрифт-заезд начать, как бы, на любой тачке. Можно просто вот так немножечко... Нет? Я наде... А, мы не эти, мы без коллизий, серьёзно. Ну, короче, где-то в одном повороте, думаю, можно дать боком, чисто для приличия, вот так. Вот. А, они сгорают, да? А, не-не, они сгорают, вот. И дальше просто будем ехать, как бы, на тачке. Но если у вас нету дрифт-тачки, то выполнять можно вот так. Например, как пацан Атурьена дрифтит здесь, красавчик. Ну, а у меня нету тачки, поэтому я просто проедусь. А, кстати, какая самая лучшая тачка для дрифта? Да, мы узнаем в следующей серии. Вот, король дрифта получили на Вандуре, 224 всего лишь проехали. И получили 200 тысяч и 5 тысяч опыта. То есть мы 4 тысячи... Ой, говорю, 4 тысячи, 400 тысяч и 10 тысяч опыта заработали буквально за сколько? Да, буквально минут за 10. Даже не прошло. И сейчас настолько просто стало зарабатывать этот опыт, что у меня уже, как бы, 77 кейсов за уровень. Я открывал в какой-то серии где-то недели-две, может, месяц назад 15 кейсов или 20, я не помню. Мне кто-то осуждал, что так мало, я типа 60 открыл. Ну, короче, пацаны, к Новому году я насобираю сотку кейсов, и мы устроим новогоднее открытие кейсов. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить. И я надеюсь, мы за 100 кейсов выбьем хотя бы гелик. Ну, как хотя бы? Хотя бы 1 миллион. Ну, а гелик это было бы вообще идеал. Дрифт-задание мы выполнили. Конечно, можно было бы 2 или 3 сайсов одним шагом убить, как бы, одним выстрелом. Это бы мы проехали дрифт-заезд, там, очков собрали, и еще время бы, как бы, потратили. Но у меня нет дрифт-тачки. А для тех, у кого нет дрифт-тачки, хотят выполнить дрифт-задание, смотрите ролик дальше, потому что есть один очень годный лайфхак. Итак, мы подъезжаем к, ой, покраске Лос-Сантоса. Вернее, здесь одна покраска, вроде как, или две, не помню. Вот, мы заехали, выезжаем, нам дают 10200 опыта, просто на ровном месте, вот. Также нам осталось заправить тачку и, там, выкопать ресурсы, эвакуаторщик. Поэтому, что, летим на эвакуаторщика, вот, и оставляем тачку где-то здесь. Возможно, отдаем какому-то пацану, чтобы он выкатал твой бензин, и ты потом смог его заправить. Значит, мы выкатали на авандуре пока что 30 литров, нам нужно еще немного. Поэтому можем поехать сейчас на эвакуаторщика. Ой, не сюда мы въедем, эвакуаторщик же в гетто. Вот, пока мы доедем, еще немножко искатается, потом на эвакуаторщике бензин потратим, заправим эвакуатор, заправим твою тачку и получим свои деньги. Ну что, работая эвакуаторщиком, начать работу, вот, это, конечно, не самое лучшее, что может выпасть, потому что лучше всего, мне кажется, это курьер, потому что там можно заработать и опыта достаточно, и денег достаточно. Если вы еще не видели, сколько можно заработать, вот это какая-то невидимая здесь текстура, уже второй раз на нее наезжаю. Выходил где-то неделю назад ролик, где я рассказал самые выгодные маршруты на эвакуаторщике, ой, говорю эвакуаторщике, на доставщике, и сколько же там можно заработать, как бы, денег. Знаешь, жига, эвакуировать, садимся. Чем мне не нравится эвакуаторщик, что иногда здесь выпадает задание там на минуту, на две, не, две не выпадало, где-то минута полторы, и теперь нужно приехать там 4-5 километров, и это просто Unreal. Но здесь еще более-менее. R, выгрузить. Все, и нам дают 300 опыта и 30 тысяч. Не так прям много. Вот, и тачку мы сразу не сливаем. Если нам нужно выполнить, как бы, заправщика, поэтому мы подъезжаем к любой заправочке. Нажимаем R, заправка, и заправить. Эту тачку запавнили одну, полный баг, 23%. Мы выполнили это задание. Теперь достаем нашу вандуру. Вот, и заправляем недостающее топливо, какое у меня было. Значит, оп. Блин, можно подъехать, да? Оп, заправка. Сколько нам нужно? 32 литра? 1600, 1666. А, серьезно? И мне еще не хватило 4%? Так, я выказал 2 литра топлива, поэтому заезжаем на заправку. Я думаю, нам 4% недостающих сейчас доберется. Значит, куда заправить? А, не заехал, понял. Заправка и 2 литра. Еще надо 3%. И меню. А, кстати, уволиться нужно с работы. Что ты затупил? Уволиться. Ага, и заправочка. И нам должны дать уже бабки. Вот, наконец-то. 27 тысяч и 450 опыта. И то, и сколько мы там апнули за этот видос, это капец. Что вы мне сказали где-то летом, что ты можешь апнуть 11 лвлов на CCD за 20 минут, я бы не поверил. А, сейчас такое возможно, да. Поехали посмотрим к доске заданий, что нам осталось. Я-то знаю, в чем не осталось. Я посмотрю, сколько времени и стоит ли выполнять следующее задание. Доска заданий вот так, как-то она светится. Вот это не очень, а вот это 600 секунд дрифте и 380 секунд дрифте. Можно очень классно выполнить, если у вас есть автомобиль. Если нет, тогда через 5 минут, ну, давайте обновится задание. И вы узнаете, как же можно это сделать. Знаете, что, я думаю, 5 минут прошло. Так, заходим на доску заданий. Да, они все-таки обновляются раз в 3 часа, все верно. Знаете, что, 50 литров, фотозона номер 5, 220 очков дрифта, любая покрасочная, таксист, доски, вот это все неинтересно, вот. Поэтому сейчас едем на самые изящные, а после этого уже едем к дрифту. Пацаны, самые обидные моменты, когда записываешь, все выходит идеально. А потом смотришь, а у тебя ничего не записалось из-за недостатка памяти. И после этого просто руки опускаются, поэтому записываем эту часть по второму кругу. Чтобы выполнить дрифт, нам нужна любая мощная тачка. Либо купить, либо, как лайфхак, можно просто ее, как бы, взять на тест-драйв. Знаешь что, мы приехали в элитный автосалон CCD Planet, который находится на пляже Санта-Мария. Заходим вот сюда на меточку, как вы видите в чате, я уже выполнял, записывал, уже все у меня получилось. Но памяти у меня не хватило и ничего не записалось. Знаешь что, у нас есть 4 автомобиля, либо 3, я не помню уже, если честно, каких я бы рекомендовал к выполнению этого задания. Знаешь, C63, это обязательно, я люблю на нем кататься. Также можно взять какой-то Hellcat, можно Charger, можно Challenger. И также ездят на SL за 17 миллионов. Вот. Он вроде тоже норм, но он более такой, жесткий и ошибок не прощает. Поэтому рекомендую я всем брать все-таки C63. Для меня C6 это лучший автомобиль, поэтому мы сразу выезжаем от автосалона. Она сразу такая дерзкая. Вот. И здесь врубаем дрифт режим. И начинаем наваливать влево, вправо, аккуратно, потому что вообще любые тачки на CCD, если мы врубим дрифт режим, не любят большие углы. Как бы они могут дрифтить, но есть очень большая вероятность того, что вас может развернуть. И как бы все, а вы развернуться назад не успеете. Поэтому на спокойствие просто тащим. Вот так, влево, вправо, влево, вправо. Если вы врежетесь прям не особо, очки не сбросятся. Но если вы прям влетите на всей скорости в столб, ну тогда это уже ваши проблемы. Поэтому мы дрифтим влево, вправо, влево, вправо, не переживаем. Если мы с первой попытки не выполним, тоже не переживаем, потому что после хотфикса CCD добавили такую систему, что внизу пишется прогресс, как бы, твоего выполнения. То есть, если у меня сейчас дрифт 600 секунд, как вы видите по чате, там уже написано. То есть, мне можно 600 секунд продрифтить за все количество времени, которое выдается на задание. То есть, за 24 часа. То есть, я могу взять как минимум 2 тест-драйва и проехать 600 секунд в дрифте. Также 220 очков, 1000 очков тоже вот так могу дрифтить, сколько мне понадобится времени. Пока не надоест, короче. В итоге, влево, вправо, аккуратно. Почему я говорю, с углом не перебарщивай. Да, когда угол будешь увеличивать, очки будут увеличиваться. Но, если вас развернет, вам просто не хватит времени, чтобы развернуться назад. А если их сгорит, то, как бы, не особо хочется. Поэтому дрифтим влево-вправо. Лучше всего ехать по этой дороге. И не паримся, просто влево-вправо, аккуратно. Мне кажется, это вообще идеальный лайфхак для тех игроков, у которых нету дрифт автомобиля. Но в следующей серии мы обязательно прикупим дрифт автомобиль, чтобы такой хернёй не страдать. А уже на своей тачке, на любимой. Поэтому в следующей серии мы выберем лучшую дрифт-тачку на этом сервере. Мы выберем дрифт-чип какой-то и будем наваливать. А для тех, у кого нету денег, как минимум, вот, сейчас меня развернуло. Но у меня уже 220 тысяч, боже, даже больше будет. У меня 449 тысяч, а это я продрифтил всего лишь за 2,5 минуты. Офигеть. Также дрифт на пределе почти выполнен. Что хотел сказать. Специально для тех игроков, у которых нету автомобиля лишнего, нету лишних денег. Они не хотят на это тратиться. Они могут просто прийти в тест-драйв, взять любую тачку, которая мощная. Вообще без разницы. Нужно выбрать просто тачку, которая мощная, которая заднеприводная, чтобы на нее был доступен дрифт-режим. Он может взять любую тачку на тест-драйв. Ее не нужно заправлять, ее не нужно покупать. Она просто берет и едет боком. Поэтому, мне кажется, так делает пол сервера уже. Но если бы не было вот этого последнего обновления, где они добавили тест-драйв бесплатным, мне кажется, это бы так просто не выполнялось. Поэтому после этих видосов, где все выполняют вот этот дрифт бесплатно, мне кажется, они все-таки тест-драйв опять сделают платным. Все. Мы выполнили дрифт-задание. Нам дали 200 тысяч и 5 тысяч опыта. Ну и перед этим мы выполнили 220 тысяч, за которых нам тоже дали деньги и опыт. И поэтому мы ни хера, можно сказать, не делали. Кстати, я вверху худ залагал, потому что у меня 115 уровень внизу, как вы видите, а вверху еще 110. Поэтому вот так мы, не тратя вообще ни копейки, можем выполнить и заработать очень много денег. Мне кажется, сейчас вообще смысл работать, вообще никого нет. Просто ездим, развлекаемся и получаем большие бабки. Поэтому, чтобы выйти из тест-драйвов, нажимаем F. Нас должны заспамить на дороге. Но если вас заспамят под секстурами, вы просто бежите вот сюда и вылазите отсюда. Ну а после этого видоса давайте подведем маленькие итоги. То есть, после нового обновления на CCD Planet очень легко стало набивать уровень, получать кейсы за уровень, в которых ты можешь выбить от 5 тысяч до гелика, как бы, который стоит 14 миллионов. Также ты набиваешь очень много денег, просто не вкладывая почти ничего. И, как бы, за очень краткий срок, то есть, ты можешь пройти там буквально дрифт, заезд, можешь пройти драг-гонку и еще какое-то задание, которое золотое. Получишь 600 тысяч и 15 тысяч опыта. А это, как бы, 15 уровней. Как минимум, нужно заходить один раз в день, чтобы, как бы, зарабатывать. 600 тысяч просто с нифига. Мне кажется, это вообще топ. Также, если у тебя есть больше свободного времени, ты можешь зайти и выполнить еще задание, которое обновляется раз в 3 часа. То есть, ты можешь поехать в фотозону, получить очки и опыт. Также можешь поехать в покрасочную, типа покрасить, но ты заезжаешь, выезжаешь оттуда. Также 100% попадается задание, чтобы тебе заправить твой личный транспорт. Также лутерство, там раки, металл, доски, вот это все нужно добыть. Также работы появляются, то есть, курьер, там некое количество нужно отвезти, заказов, таксист, дальнобойщик, эвакуаторщик. То есть, если ты играешь нечасто, ты можешь зайти и просто за один заход, буквально за полчаса, за час заработать около, я думаю, одного миллиона, да, с учетом всех работ, с учетом всех бонусов. И где-то 1016-18 экспи. А у меня на этом все, я надеюсь, тебе этот ролик был полезен, ты узнал что-то новое, как выполнять. Вообще, если ты не знал об такой системе, то, братанчик, давай по-бырву, пока ее... Хотя ее пофиксили уже, как бы обидно, раньше давали больше, ну и сейчас так тоже пойдет. Нажимай на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, расскажи друзьям, если они еще не знали о таких фишках. Также подписывайся на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и смешного контента. В следующей серии, я думаю, мы прикупим себе новый автомобиль и для дрифта, и для гонок. Поэтому подписывайся, чтобы не пропускать, наша цель 3,5 тысячи подписчиков в новому году. Осталось буквально 50 человек, давайте, пацаны, я вас верю. Также пиши комментарии, как тебе эта система с досками заданий, мне очень нравится. Пиши, сколько ты уже успел заработать. Ну и с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.